Более 30 якорей 18-го столетия поднимут с Днепровского дна. Подводная археологическая экспедиция начнется в ближайшее время. По словам специалистов, даже в Европе подобных памяток истории нет. Исследования дна Днепра поблизости острова Хортица проводятся уже не один десяток лет. Именно на этой территории в первой половине 18-го столетия располагалась Запорожская верфь, которая использовалась в русско-турецкой войне в 1736 году. Последний объект, поднятый со дна в прошлом году, — казацкая чайка. При этом еще в 1980-м клуб «Подводник» обнаружил уникальную находку — стоянку 30 якорей. 40 лет назад предпринималась попытка поднятия якоря, правда, безуспешная. Поднят такой же шкованный большой якорь, но поднимался, будем так говорить, не краном, а тянули лодками моего берега. То есть подцепили, и вот видите, четвертую лапу практически об камне мы изуродовали такой якорь. Сегодня историки могут только делиться догадками, почему три десятка якорей находятся в одном месте. Изначально думали, что там было место крушения судна, которое перевозило якоря. Но исторические справки говорят о другом. Это было оборонительное сооружение суден для флотилии. Скорее всего, корабли были связаны, чтобы преградить атаки по воде. Я, например, склоняюсь к тому, что это все-таки именно место ограждения флотилии. Фактически создавался такой вот цепь кораблей, которые были связаны между собой канатами, которые стояли поперек реки цепочкой. Старые, как понтоны. То есть фактически, если на такую, скажем, флотилию была атака брандерами, это зажженные лодки, то вот эта цепь кораблей, она предотвращала проникновение вот этих вот зажженных лодок к основной группе флотилии. То есть это было просто перегорожено Днепр старыми, ненужными, обычно ластовыми, ну то есть это грузовыми кораблями. Подобных памяток на территории Украины и, в принципе, в Европе практически неведомо. Это действительно уникальный объект. Это якорная стоянка, еще и нужно понять, что это за памятка, с чем она действительно связана, потому что там была найдена величезная количество других предметов, кроме якорьев. Подводная экспедиция начинается в ближайшее время. Когда якоря поднимут, для запорожцев перед периодом реставрации откроют временную экспозицию.